По музеям мы все время ходим. Да я и сейчас надо слежу, господи, как я вообще сюда добрался. Вообще, ты знаешь, если за ним ухаживать, он может жить долго очень. Не что делать, а с кем. Да простят меня береговцы. Понимаешь, как красота. Я не продаю там еду, это не про еду вообще, это про впечатление. За впечатление могут платить много. Не надо вам открывать ресторан. Друзья мои, всем привет из Москвы. Мы находимся в ресторане «Сахалин Москва». В гостях у Бориса Зарькова, одного из главных рестораторов Москвы, России. Я вообще думаю, что в России два самых главных ресторатора. Это Аркадий Новиков и Борис Зарьков. Просто Аркадий постарше, а Борис помладше. И Аркадий такой монстр, большой такой великан. Понимаешь, Аркадий в ширину, а я в глубину. Да, ты в глубину. Боря, ну как дела? Да ничего вроде. Слушай, ну ты жаловался, помнишь, в онлайне, когда мы с тобой ходили? Я не жаловался. Я ныл. Ты ныл, ты плакал, ты говорил, что все плохо, мы закроемся, ресторанов нет. А сейчас я смотрю на твои рестораны. Ну, во-первых, все sold out, да, все продано. Даже вот ресторан «Красота» хотим попасть, но невозможно. Смотри, вот по статистике, значит, вот в зимний сезон, в летний сезон отпусков уезжает порядка миллиона, полутора миллионов человек. Это те люди, которые как бы обеспечены и ходят в наши рестораны. Они сейчас не уезжают. Вот месяца в месяц они не уезжают. И они все деньги тратят для тебя? Значит, да, они тратят. Это первое. Второе, мне кажется, что немаловажно, что как бы ментальность потребительская, она в кризисе меняется. Вот если посмотреть, что происходило там в период пандемии, связанной с испанкой сто лет назад, или такие большие глобальные кризисы, то есть люди начинают от безысходности тратить больше, понимаешь? Потому что как бы, ну, хочется получать дофамин, а где его получать? Вот в ресторанах. Пить и есть. Ну, ничего же не закрылось у тебя лично? Не, закрылся. Закрылась? Да, на перестройку один ресторан закрылся. Он просто сам по себе уже умер. А сколько лет вообще живет в ресторан? Примерно. Ну, вообще, ты знаешь, если за ним ухаживать, он может жить долго очень. Ну, сколько максимум? Назови хотя бы один ресторан, который живет уже там 10-15 лет. А у меня вот, пожалуйста, вот White Rabbit. А, кстати, вот это White Rabbit крыша. White Rabbit, я, кстати, там была. Вот, стеклянная крыша. В этой посадке, она стеклянная крыша в этой крыши, а потом 10 лет будет. 10 лет. Ты знаешь, мне кажется, очень важно думать не что делать, а с кем. Поэтому самое главное – это люди. Это когда ты думаешь о людях, как о клиентах, я имею в виду про сотрудников своих, про свою команду, развиваешь, то и все получается. Ну, а второе, понятное дело, что, конечно, сейчас все про клиентоцентричность, поэтому очень важно чувствовать, понимать своих гостей. Эмпатия должна быть. Вот вообще наше предпринимательство – это творчество. И вот твой, например, тот же блог, ты как блогер, ты занимаешься творчеством, да. То есть ты что-то придумываешь, общаешься с какими-то людьми, какие-то спецпроекты делаешь, там, поддерживаешь кого-то. И вот у нас то же самое. То есть все равно ты же через предпринимательство выражаешь свою культуру, свою суть, свое видение этого мира, прекрасного и так далее, и тому подобное. Только очень важно, ты это точно как блогер, понимаешь, вот это свое видение прикладывать на свою целевую аудиторию. А ей это интересно, а они готовы за это деньги платить. Вот очень многие этого не делают, поэтому прогорают. Они, понимаешь, поехали, например, в Версаль, посмотрели там на эту всю красоту, вау, приехали, давай-ка я такой ресторан тут построю. Но как бы в Бирюлево он никому такой не нужен. Бирюлево – это такой подмосковный район далекий. Да прости от меня, бирюлевцы. Я видела недавно, ты летал на Бали, была очень рада за тебя, ты так испытывал разные чувства, мы были вместе с тобой. Это очень смешная история, мы купили билеты на Бали 3 января, и мы, знаешь, каждый год дома на Новый год делаем спектакль, там сойдет морозом. И 28 декабря балийские власти объявляют, что с 1 января они закрывают границу. Мы такие сели, думали, ну что мы будем обламываться, я говорю, давайте билеты поменяем. Ну и у нас как бы поменялись билеты, потому что я эту новость прям вот услышал, вот прям вот она мгновенно вышла в эфир, и я уже сразу был в турецких авиалиниях, менял билеты. Вот, поменяли билеты, концерт перенесли, исправили Новый год 29 декабря, 30 декабря улетели, 31 прилетели, вот. И как-то там прорвались через 5-дневный карантин, в общем, мы там застряли впервые в жизни, я застрял на больше, чем на месяц в одном месте. Мне очень понравилось. Боря, я очень внимательно наблюдаю за твоим инстаграмом, кстати, всем рекомендую, подпишитесь на Бориса Зарькова. Мне интересно, зачем ты летаешь, что тебе нужно, да, за вдохновением или тебе нужно что-то посмотреть, подсмотреть, да, насмотренность. И как вообще все это время живет твой бизнес? Потому что не все рестораторы могут себе это позволить. Знаешь, я считаю, что как бы вот инсайт, то есть какое-то озарение, вот что-то придумать, оно на ровном месте никогда не получается. Если у тебя нет базы, из которой этот инсайт родится, то ничего и не произойдет. Поэтому мне кажется, вот ты слова правильно сказал, насмотренность, вот эта, она нужна. То есть надо, вот если ты занимаешься ресторанами, тебе нужна какая-то визуальная насмотренность, архитектурная насмотренность, интерьерная там. Композиционная, то есть поэтому по музеям мы все время ходим, ездим, какие-то экскурсии и так далее, и тому подобное. А вот эта насмотренность, она такая, знаешь, формирует базу, в которую ты придешь, и потом, ой, и что-то у тебя там случается, Эврик, как говорил один великий ученый по фамилии Архимед, то ли имя его не помню. Вот, значит, и поэтому насмотренность это обязательно нужна, то есть обязательно надо путешествовать, потому что дома ты находишься, у тебя вдохновения неоткуда черпать. А бизнес как себя чувствует, вот когда тебя нет, когда Бориса Зарякова нет? Все нормально, так же работает, как часы? Да, ну, я как бы уже подрос, и выстроена какая-то организационная структура. То есть все работает, как часы? Ну, как часы не работают. Ни у кого вообще. Даже у тебя? Да ни у кого ничего не работает, как часы. Мы живем, это большая иллюзия, что все может работать, как часы. Ну, ты к этому стремишься. Живем в мире, в котором может случиться все, что угодно. Кто, мне скажите, там, страховался, например, от пандемии? Да никто. Ровно год назад, как раз в марте, по крайней мере, наш президент закрыл нас. По-моему, вас еще тогда не закрыли. Вот не понял. Нас закрыли 26 марта. Вас закрыли 26 марта, нас закрыли 16 марта. Ну, это в одно время. Первая твоя реакция? Ну, у тебя, понимаешь, когда мы сталкиваемся с неопределенностью, первая реакция – это страх. Это нормальная реакция животная. Потому что у нас уже есть как бы две сущности – животное и человек. Вот первая реакция – это животное. Две животных реакции – беги или бей. Отрицание – это вот в реакции беги. Что будет, непонятно, что делать. А, все пропало, все, ничего больше не будет. Ну, так как у меня это был уже не первый кризис, там, я уже проходил, 98-й я застал, мне 46 лет. И 8-й, и 14-й. Вот, поэтому как-то план действий был уже, и мы по нему четко пошли. Все-таки тоже, как бы, прохождение через кризис – это такая система. Ну, благодаря карантину, ты же тоже не сидел без дела, да? Придумал новые рестораны, красота, ши. Это же вот как раз, я думаю, результаты. Нет, они были задуманы еще до. А, до были задуманы, да? Красоту мы задумали в ноябре 18-го года. Мы ее делали просто очень долго. Мы должны были открыть в 20-м, ну, то есть, она там где-то летом. Но решили перенести, потому что непонятно было, что будет. Сейчас уже, как бы, да. А идея, помнишь, как пришла в голову? Идея была не моя. А чем? Идея была моего партнера. Сейчас. Который пришел мне и сказал, слушай, я вот был в таком месте, в Токио, и видел вот такой ресторан, как бы, не думаешь такое открыть. Ну, я поехал в Токио, посмотрел, думаю, да, прикольная идея. Ну, там был ресторан, уже которому было 10 лет. Такие четыре стены, четыре проектора на стены светят. Вот. И на стол два. Ну, мы решили немножко по-другому сделать, чтобы нам не говорили, что мы скопировали или как-то, говоришь, вдохновились. Нет, знаешь, я вообще считаю, что копировать это вообще нормально, особенно на начальном пути для любого человека, потому что, ну, если мы бы не копировали, и человечество не передавало бы таким образом свой опыт, мы бы сейчас до сих пор ладошками там в пещерах бы прикладывали красную какую-нибудь краску натуральную из глины. Вот. Поэтому, ну, вот решили немножко усложнить, сделали там круглую комнату. Там у нас 30 проекторов вместо 6. Сложно там технически это было все исполнить, но как-то получилось, слава богу. Тут я недавно давал интервью с моим партнером, который занимался всей этой технической составляющей, Антоном Нинашевым. И он мне сказал, что в один момент, когда мы все это делали, у него была стопроцентная уверенность, что это не получится, потому что это сделать технически невозможно. Я еще заметила, что во время карантина ты не сидела сложа руки, да, ты очень много преподавал. Ну, вот если вот говорить, скажем, более ближе вот синоним, да, потому что ты периодически выходил в онлайн-эфиры, ты отвечал на вопросы, выступал, да, такие тренинги, мастер-классы. Вот Борис Зарьков, ресторатор, сегодня стал еще такой ролевой моделью для молодых рестораторов и стал таким кучем, наверное, рестораном. Ну, мне кажется, знаешь, когда в какой-то момент у тебя происходит такое осознание чего-то глобальное, ну, вот как у тебя, например, что ты как бы состоялась как блогер, да, или я там состоялась как ресторатор, и ты как бы уже в своей профессии все знаешь, ну, и как бы вот следующий шаг для... Хочется делиться? Надо делиться, да. Хочется? Надо. Ну, хочется, да, хочется, хочется. Ну, то есть, как бы, понимаешь, все равно учитель – это, то есть, сначала ты рождаешься, потом ты пытаешься самореализоваться через свое творчество, потом ты становишься профессионалом, ну, и следующий этап – это стать учителем. Боря, так как мы находимся у тебя в ресторане, нам нужен твой совет для всех молодых ресторантов, и не только молодых, пять рекомендаций, пять топ-рекомендаций. Вот если человек хочет открыть ресторан, или он уже его открыл, что ему нужно сделать для того, чтобы они были такими же популярными, востребованными, как у тебя? Рекомендация номер один – забудьте о том, что вы хотите стать рестораном. Не надо вам открывать ресторан. Это очень сложная работа. Это гибрид производства полного цикла с коллекционными технологическими картами, с огромным количеством поставщиков, с сервисом, причем товаров, которые 5 минут срок годности, с сервисом и прямыми продажами. Это очень сложно, это надо очень сильно любить эту работу, поэтому лучше этого не делать, особенно если хотите самореализоваться творчески, как личность. Мне очень часто приходят какие-то женщины, ты знаешь, которые были домохозяйками, детей растили, там, с богатыми мужчинами, говорят, вот у меня есть там несколько, или некоторое количество денег и желание, вот, как бы, открыть ресторан. И я им всегда говорю, не надо, найдите что-нибудь попроще, там, для самореализации, и мужу деньги сохраните, и отношения сохраните, и так далее, и тому подобное. Значит, это первый совет. Значит, второй совет, если вдруг вы все-таки решили открыть ресторан, то сначала определите, для кого вы хотите его открыть. Вот. Потому что открывать ресторан для друзей, для того, чтобы там сидеть с друзьями, это опасно. Опасно, это становится третий совет, объясняю почему. Потому что, скорее всего, вы не осознаете свои внутренние мотивы. Есть мотивы осознанные, есть неосознанные. Мотив – это причина, по которой вы хотите действовать. Вот надо осознать, почему вы хотите открыть ресторан. И если у вас желание открыть ресторан для того, чтобы туда звать своих друзей, и говорить, смотрите, как это я все красиво тут сделал, то, скорее всего, вы обречены на неуспех. Потому что ресторан надо делать для людей, которые должны к вам приходить в большом количестве. Вы должны понимать их средний чек, их привычки, их поведение, и так далее, и тому подобное. Так, это у нас третий совет, да? Да. Надо было на трех советах останавливаться. Хорошо. Маркетинг, может, подскажешь. Значит, да. Четвертое – это позиционирование. К мне приходят молодые рестораторы всегда и говорят, слушайте, вот мы что-то открыли, какую-то сеть кофейн или что-то, у нас что-то не работает. Я говорю, ребята, расскажите мне, какое у вас позиционирование. Они говорят, ну, мы такие модные, такие ребята, такие. Я говорю, ребята, позиционирование – это как бы эмоциональная зарубка, то, что вас дифференцирует от конкурентов. Почему вот когда люди представляют чашку кофе или там какое-то блюдо, они вспоминают о вас, вот вы можете связку мне эту рассказать? Вот здесь вот очень важно, очень часто люди почему-то как бы об этом не думают. Поэтому первое, на чем подумать, то, если вы открываете кофейню, чем вы будете отличаться? То есть, ну, не знаю, у вас там будет обжарка, внутри прям вашей кофейни будет стоять вот эта ролстер или как это, обжарочная вот эта машина, будет пахнуть кофе, там, что-то еще, какие-то вещи, упаковка и так далее и тому подобное. Например, там, можно через тренды какие-то все провести, там, через sustainable, что у вас там упаковка какая-то разлагаемая и так далее и тому подобное. Поэтому я вам советую еще вот пятый совет, прежде чем вы соберетесь что-то делать, пропустите это все через тренд-анализ, то есть проанализируйте, какие сейчас мировые есть мега-тренды, обычные тренды и ваш продукт отвечает им или нет. Боря, расскажи, как ты открываешь свои рестораны, вот от начала до конца? Я понимаю, что это час будет. Давай очень коротко на каком-то примере. Да, на примере. А у нас в Москве есть важный ресурс, это локации, площадки, помещения. И поэтому я начинаю от них. То есть когда прилетает какое-то помещение, в первую очередь я начинаю думать, для какой целевой аудитории, о чем мы, кстати, говорили, я его буду открывать. Потому что целевая аудитория в ритейле, в стрит-ритейле, вот если ты посмотришь, сейчас в окошко, вот видишь, прямо это старая Арбат улица, это пешеходная улица. Я, например, знаю, что на этой улице средний чек 500 рублей. И там работает все такое, взял, пошел. То есть на каждой улице надо понимать свою локейшн. Ну, понятно, что мы не будем, например, там, какой у вас там региональный город есть в Казахстане такой, знаешь, у нас есть в Москве Урюпинск, например, знаешь, у нас в Москве есть говорят, о, Урюпинск, вот у вас Караганда. Ну, понятно, что в Караганде... Нет, у нас в Караганде еще нормально. Нет, нормально у вас. В Пастанай, например. Вообще, как бы у меня папа из Караганды. Да. Кустанай, Кустанай, да. Вот, например, ну ты же понимаешь, что не надо открывать салон Феррари в Кустанай, правда? А вот люди некоторые... У нас Феррари даже в Алма-Сево-Стане нет. Нет, ну я образный. Ну, а некоторые люди, думаю, не понимают, не оценивают локейшн. Ну вот, например, давай ресторан Ши. Вот прилетело помещение ресторана Ши. Значит, я понимаю, для какой аудитории это работает. Я оцениваю, в первую очередь, конкурентную среду. Кстати, немногие это делают. Что есть и что будет в ближайшие три года на этой улице. Потому что надо немножко вперед ее оценивать. Не то, что есть, а то, что будет. Вот оценили конкурентную среду. Понимаем, что здесь вот такие рестораны для таких сегментов. Целевая аудитория здесь пасется. Я почему говорю пасется. Представь, что как бы вот этот локейшн, это как лужочек. Мы понимаем, что на лужочке, где пасутся курочки, байски-бычки не пасутся и то же самое. То есть в метро не надо строить супер богатый ресторан. Вот мы, например, берем площадку, где ресторан Ши, и я дальше думаю, как мне спозиционироваться, о чем мы говорили, как мне дифференцироваться. Есть вот про тренды, тема трендов. Есть такие ресурсы про тренды. Есть такая тренд-анализ, тренд-вочинг. Есть такие сайты, например, trendwatching.com. Заходите, trendwatching.com, там, правда, платная подписка, что-то там типа 200 долларов в месяц. И там все тренды по каждой индустрии. Открываете хорико, читаете тренды, там, мега-тренды 21 века, там, ну, в 19-м году мы читали, и говорят, вообще мега-тренды, сейчас ты это увидишь ты. Значит, это, например, виртуальный аватар. Ну, слышала, да? Ну, Маркелла, ты знаешь, вот эта вот девочка, которая 3 миллиона подписчиков, которая не существует. Да-да-да-да-да, да-да-да-да. Виртуальный инстаграм. Виртуальный аватар, да. Виртуальный аватар, сейчас уже у брендов он есть, этот аватар. Мы думаем, слушай, а давай сделаем шеф-повару виртуального аватара. Прикольная идея, чтобы в позиционировании дифференцироваться от конкурентов. Да, давай. Какую будем делать кухню? Понимаю, что сейчас как бы вместе работает там Япония и Италия. А давай сделаем такую тему, типа, медитерейшн кузин. Не медитерейниан средиземноморская, а медитерейшн средиземноморская и азиатская. Вместе схлопнем, изучаем тему меню, понимаем, что есть реально там японская кухня, которая называется вафо. Это когда итальянские блюда с японскими ингредиентами. Ну, берем что-то оттуда, делаем вот такое, на средний чек где-то 2000 рублей, ну, понимая, что там есть и что там будет дальше. Вот. И думаем, понимаешь, как же маркетинг же, он же разный бывает. Он бывает там стратегический, позиционный, потом коммуникационный. То есть, как мы будем коммуницировать дальше? Думаю, а давай-ка мы вот в партнеры возьмем Ксению Анатольевну Собчак, да? Ксения Анатольевна не только денег даст, а еще нам будет помогать, как бы, через свой рупор сарафанного радио на свои там 8 миллионов человек и в своем ютубе. Вот. Вот как-то вот так это все делается, понимаешь, вот как бы маркетинг, вот через все проходит, вот через такие вещи, как ты будешь позиционироваться, как ты будешь коммуницировать, из чего будет состоять твой продукт, продуктовый маркетинг, как ты будешь удерживать. Я оцениваю, кто моя целевая аудитория, вычленяю отдельно эти целевые аудитории и понимаю, кто рупор сарафанного радио в этой телефоне, ну, кто, у кого больше всего подписчиков, грубо говоря, в этой целевой. И его делаю амбассадором нашего бренда. Амбассадором это не значит, что я им деньги плачу, это значит, что я влюбляю его в наш продукт и так далее, и тому подобное. Ну, понятно, что у кого-то есть такие возможности, у кого-то нету, кто-то может просто напрямую платить за рекламу, да? А вот у тебя, например, твоя задача, как это делать? Тебе надо коллабы делать с целевыми, ну, это как бы я сейчас так брендштором быстро, с целевыми вот этими всеми. Ну, я думаю, ты и так это знаешь. Нужно работать и скрещивать, да, аудиторию. То есть работать не только на одну аудиторию, то же самое делаешь ты. Но ты же не делаешь рестораны, скажем, где средний чек 500 рублей. Почему? Объясняю, почему. Потому что мне неинтересно работать с этой целевой аудиторией. Почему? Потому что ценность этой целевой аудитории – цена. Знаешь, есть ценность, качество, время, там. А для них самое важное – это стоимость. И не важно, что ты ешь, да? И не важно, что ты ешь, да? А мне неинтересно. Я не продаю корм. Я продаю впечатление. Понимаешь, как красота? Я не продаю там еду, это не про еду вообще. Это про впечатление. А за впечатление могут платить много. А когда ты продаешь корм, например, если самый известный бренд… Ну, не будем его называть. Не будем его называть, да, который. У которого больше всего количество заправок кормом в мире. Понимаешь, это высококонкурентная среда. Это самое сложное, что можно сделать. Сейчас этот рынок весь занят уже. Но ты бы не хотел туда же зайти и с этой аудиторией поработать, для которых ценность – это цена, но дать им за эти 500 рублей что-то, что будет действительно не кормом. Ты не можешь это сделать. То есть ты не хочешь, что у тебя нет такой миссии? У тебя себестоимость, нет, подожди. Менять. Нет, ну, понимаешь, как же, я не могу. Я же готовлю из тех же продуктов, что и они, только у них еще больше на объем. Я не могу. Это сложно сделать, потому что на тебя кост давит. Я хочу их поменять и сделать, чтобы бургер стоил не 300 рублей, не чтобы бургер стоил 300 рублей, но при этом он был с черной икрой, с фуа-грой, но это невозможно. Но если бы не было Бориса Зарькова, то вряд ли бы все эти рестораны работали. Вот я уверена, что если ты будешь выходить из этих ресторанов, они перестанут работать, потому что ты ведь занимаешься не только созданием ресторана, потом ты его ведешь, как ты говоришь, своего ребенка воспитываешь, здесь же еще и твоя энергия. Вот я даже, мы с тобой сидим, разговариваем, тебе пишут люди, ты говоришь, я периодически работаю консьержем, то есть это все время такая связь, да? Ты просто любишь своих гостей. Это понятно, что надо любить своих гостей, да. Не, ну можно любить, да? Знаешь, я сейчас не уверен, что если меня сейчас из этой системы убрать, это перестанет работать. А мне кажется, да. Нет. Здесь продукт, мы делаем крутой продукт. Здесь сущность в продукте. Я не сижу в ресторанах вечером. Если бы я сидел в ресторанах, да, у нас в Москве, которые целыми вечерами сидят в ресторанах, и вот, а, привет, а, обнимать. Я вообще не сижу, я участвую в 6 часов, дам МП. И будешь дома сидеть? Да, я не сижу в ресторан. А что будешь делать дома? А? Что будешь делать? Слушай, ну я в основном читаю. То есть новая информация нужна постоянно? 100%. А кто вот твоя ролевая модель? У кого ты постоянно учишься? Ни у кого. Ни у кого? То есть это просто разная информация, новая информация? Это книги? Книги? Нетфликс, наверное, да? Нет, слушай. Путешествия? Ну, для меня очень важно, это книги, и это путешествия, безусловно. Я учусь все время. На каких-то программах. Но это просто уже зависимость у меня. Сейчас пошел учиться, как сидеть в бардах, в совете директоров. В английском, IOD. Вообще, мне кажется, что ты мог бы открыть свою школу. А мы сейчас делаем школу. А, делаешь, да? Ты видишь, как я угадала. Потому что... Может, просто не это... У меня столько всяких желаний. Ну да. Ну, надо... И 24 часа. Да, 24 часа. Просто не надо домой ехать и спать. Нет, ты знаешь, нет, я считаю, кстати, здесь вот очень важно находиться вот в состоянии, вот, кстати, well-being. Понимаешь, это когда ты... Удовлетворен вообще ментально, там, эмоционально, физически. Ну, всеми своими телами, короче, удовлетворен. А не когда ты загоняешься, там, я устал, сил моих больше нет. Боря, вот если оглянуться сейчас на Москву, да? Мы сейчас находимся за Садовым кольцом. Там кипит вся жизнь. И оглянувшись на, скажем, там, я не знаю, 15-20 лет назад, да? Ты знал, что ты будешь таким успешным? Чувствовал? Ты сейчас задаешь мне вопрос, по большому счету, у тебя креативная уверенность была в том возрасте? Она говорит, да, она у меня была, я ее не растерял. Мы же все рождаемся с креативной уверенностью. Мы все рождаемся, что мы можем. Мы все творцы, вон, все эти дети прекрасные рисуют рисуночки, там, краски им, да, они и так, и сяк. А потом, как бы, вот эту креативную уверенность, семья, школа, там, среда, в которой они растут, они их гробят в ребенке. И в итоге, там, некоторые, там, к 20 годам становятся такими серыми мышами. Но, к сожалению. Но это общество так, особенно наше социалистическое. Очень много рамок, да? Рамок, да, да, норм, понимаешь? Нормы – это всегда рамки. Вот предприниматели и вообще, вот, как бы, люди, которые успешные, они всегда пытаются раздвинуть рамки нормы. А почему я вот так думаю? А почему я не могу сделать это по-другому? А почему я должен делать, как это делают все? Это предпринимательский майнсет. Вот этому предпринимательскому майнсету нас в советское время не учили, потому что предпринимательство было уголовной статьей. Понимаешь? Поэтому нам надо было что? Они делали… Из-за этого люди сидели. Так они и формировали такое, знаешь, люди должны были быть механизмом, винтиком в машине, вот этой вот, перерабатывающей пропаганду. А сейчас, как бы, все поменялось. И мне кажется, вот это очень важно для любого человека сейчас, быть предпринимателем, вот эту креативную уверенность вернуть. И вот возвращаясь к твоему вопросу, что тогда было? У меня просто так сложилось, у меня, как бы, вот эта креативная уверенность не потерялась. Я был… Я всегда занимался предпринимательством, как бы, мне это нравилось. Вот, но понятно, что там у каждого предпринимателя своя какая-то история, откуда у него вот эта тревожность. Потому что, по большому счету, предпринимательство – это внутренняя тревожность. Что это? Лидерство – это вот эта внутренняя тревожность. Что это все время, в смысле, кажется, что деньги закончатся, и деньги закончатся. Нет, нет, смотри, вот берешь сейчас, вот мы сейчас сядем, вот просто, знаешь, у тебя никогда такого не было, но у тебя, наверное, этого нету, потому что ты лидер. Вот ты садишься с неизвестными людьми за стол. Да. Вот просто вы пришли в какую-то вечеринку, вот взяли, посадили. Вот кто-то сидит вот так в себе, а кто-то, значит, ааа, ребята, здрасте, там, или, знаешь, в купе поезд засели, кто-то там, ну что, ребят. Да, да. Вот кто там начинает, он самый тревожный, по большому счету. Это же тревожность. А самый спокойный он? Самый спокойный. Ну, то есть, кто сидит вот так вот, ну, ненормально. Ну, да, это как лев приходит, уже не кричит себе, я лев, да, то есть, он просто наслаждается жизнью. Да, вот, и поэтому, как бы, вот эти вот, вот эта креативная уверенность, лидерские качества, они у меня были с детства, понимаешь, то есть, мне их не угробили, слава богу, родители, и среда не угробила. А, конечно, если говорить о том, что думал ли я, вот там, когнитивно сидел и рассуждал, я вот хочу там быть, нет, конечно, такого не было. Да я и сейчас надо сижу, думаю, господи, как я вообще сюда добрался-то. Почему у меня такой цели не было, знаешь? То есть, у меня не было и нет сейчас целеполагания денежного вообще. То есть, я не выстраиваю целеполагание от этого. Я выстраиваю от своего творчества. Я вообще считаю, что деньги не могут быть целью. Деньги – это результат достижения целей. Создавать ценность для других людей. Я с тобой полностью согласна, когда занимаешься любимым делом, деньги как-то тебя сами вот так находят. Да, они сами находятся, приходят, и на это, на вот это, хоть, динар, на. Просто собирай. Доносите сумку вот эту вот. Чемоданы заносите. Ой, Борь, спасибо тебе большое. Классное интервью. Я думаю, ты многих сегодня вдохновил. И самое главное, что мне в тебе нравится, что ты очень честный, откровенный, и ты всегда делишься. Вот это самое главное. Спасибо. 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 Спасибо.